Уже два месяца с 1 января в Подмосковье действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Жители начали получать платежки, в которые теперь отдельной строкой включена эта новая коммунальная услуга. Как показывает практика, вопросов по начислениям хватает. В рамках общеобластного мероприятия свои разъяснения давали представители районной администрации, расчетного центра МособлЕРЦ, МОСЭНЕРГОСБЫТА и регионального оператора нашего кластера ХАРТИЯ. С многоквартирными домами в основном все понятно. Тариф на вывоз мусора исключен из платы за содержание жилого помещения, и в квитанциях появилась отдельная строка обращения с ТКО. На контейнерных площадках устанавливают баки серого цвета для традиционного мокрого мусора и синие сетки для отходов на переработку. И надо отметить, жители сразу научились ими правильно пользоваться. Не все так однозначно в частном секторе, поэтому администрация района провела уже порядка 60 разъяснительных сходов на сельских территориях. Там людей интересует даже не столько раздельный сбор, сколько сам порядок вывоза. По старинке в пакетах, вывешенных за калитку, региональный оператор ХАРТИЯ мусор вывозить не будет. Или устанавливается контейнерная площадка, либо бачки покупаются там совместно, или сам собственник покупает, либо с ХАРТИЯ там заключается договор. При заключении индивидуального договора, о котором сказал Евгений Петеримов, выкатной контейнер для мусора можно приобрести в рассрочку. Также предусмотрены скидки на оказание услуги жителям пожилого возраста. Мне пришла квитанция. Я только вопрос, почему с этой квитанцией не пришел договор? Зачем вообще нужны региональные операторы? Кто формировал тариф и почему мы платим не с человека, а с квадратного метра? Людям отвечали, что региональные операторы должны навести порядок, чтобы, как раньше, недобросовестные возщики не сваливали отходы в ближайшем лесу. Тарифы формировал областной комитет по ценам и тарифам. Они экономически обоснованы, утверждены правительством и будут действовать в течение года. А начисление платы с квадратного метра обусловлено особым положением Московской области. Летом население частного сектора увеличивается в разы за счет столичных дачников. В летнее время получается очень большая миграция населения. Сюда приезжает вся Москва. Очень много приезжает незарегистрированных жителей. Поэтому у нас здесь и получаются несанкционированные свалки, весь мусор в лесу. Поэтому наш регион принял это грамотное решение. А если вопросы по новому порядку обращения с отходами и начислению платы остаются, на них всегда готовы ответить в офисе МОСОБЛ ЕРЦ по адресу площадь Ленина, дом 3. Все менеджеры клиентского офиса, 21 кабинет сектора по работе с физлицами, консультируют по всем вопросам, касающимся начисления ТКО. Компьютером сотрудник обеспечен, принимает всех абсолютно в порядке, с живой очереди. На все вопросы даем разъяснения. Вопросы по теме также можно адресовать в отдел экологии районной администрации. Кроме этого, разрабатывается график приема представителей рекоператора Хартия на всех сельских территориях округа, а также готовится к открытию офис Хартии в Щелкове. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».